давайте будем изучать эту тему посмотрите когда человек чувствует отчаяние раздражительность обидчивость гневливость повышенная чувствительность невозможно терпеть человека вот эти состояния которые сейчас вы испытываете женщины это не хватка энергии воды или энергии знаний у человека энергия знаний пополняется с помощью стихии воды когда человек получает знание он успокаивает вода успокаивает человек становится спокойным не обидчивым нераздражительным негневливым отчаяние проходит результат влияние воды есть два способа получить воду один способ энергии воды не саму это не зависит это называется пассивная чистка когда ты со стихией с этой соединяешься то у тебя начинает наполнять тебя эта энергия знания человек успокаивается становится спокойным раздражительность проходит чувствительность повышенная проходит гневливость обидчивость допустим человек сильно обижен кого-то он может в воде находиться какое-то время и он прощает энергия воды дает человеку вот эту спокойствие в организме когда не хватает спокойствия то воспалительные процессы начинаются вот эти все аллергии кожные болезни воспалительные процессы это все нехватка энергии воды энергии знаний в отношениях это ранимость повышена у женщин повышается чувствительность им тяжело рядом с человеком находиться они чувствуют тяжело не могу рядом нехватка энергии воды мужчин гневливость появляется они начинают жестоко себя вести очень грубо нехватка энергии воды спокойствия если человек не двиг неподвижное положение тела совершает то он всасывает себя эту энергию воды ну допустим человек стоит и двигается он всасывает теперь вопрос а сколько надо контактировать а все зависит от того на каком слое поражения есть пять психических слоев вот допустим у вас девушка поражение на третьем и на пятом слое то есть у вас мысли страдают третий слой психически это мысли вас очень крайне мысли такое напряжение и пятый слой отвечает за удовлетворенность жизни у вас нет счастья прям вы чувствуете что вы не можете находиться рядом вот этой ситуации который сейчас находится вам просто невыносимым если допустим вода 28 градусов это самая прохладная из всех прохладных ну то есть 29 градусов это уже не прохладная вода это уже теплая вода а 28 еще прохладные ну то есть 28 градусов она убирает еще статическое напряжение 29 градусов она будет убирать и статическое и динамическое напряжение потому что уже когда жар начинается то это уже чистится другие энергии человек находится в этой воде конечно долго придется чиститься потому что чем вода теплее тем медленнее чистка идет вот допустим если ты залазишь в воду 4 градуса то надо пять минут всего четыре с половиной минута чтобы прочистить все психическое тело а если 28 градусов то нужно 70 минут чтобы прочистить все психическое тело 70 минут и 14 минут один слой очищается вот вы сидите в воде 14 минут у вас первый слой очистился но там нет особо перегрузки потом вы сидите еще 14 минут 28 минут второй слой очистился а потом начинается тряска у вас почему потому что там блоки на третьем слой где мысли находятся у вас там напряжение и этот слой зажат и когда вода начинает его очищать вы будете так у вас после 28 минут 14 прибавки у вас будет тяжело вам будет сидеть начнете мерзнуть то вас насладывать 4 слой не поражен а 5 слой тогда вы уже ближе к 60 минутам подойдете опять начнется тряска потом надо согреваться чуть-чуть если 22 градуса вода то это быстрее все происходит но вода холодные 22 градуса это комнатная температура тоже холодная вода и она чистит за 7 с половиной минут 40 минут то полность чистая происходит завтра все настоящие американцы вот русскоязычные американцы все завтра пойдут со мной бегать вдоль моря или ходить или ползать каждый выживает может вот а потом мы все пойдем вами я там буду вам показывать как заказ залазить ледяную воду допустим ну мы сейчас мы там решим узнаем там по месте есть вот эта ледяная вода то лучше туда лучше посидеть 5 вот мы в казани когда я был там 150 человек был на лекции из них 65 человек поехала со мной там есть мордники и черное озеро такое одни синие голубое озеро формируются от этих я путаюсь потому что там под москвой в этом в зеленограде черное озеро там голубое я уже забыл везде купались в общем это голубое озеро от него вытекает речка и вот в голубом озере 4 градуса даже летом там а в речке 7 градусов и мы в этих 7 градусов все 65 человек даже дети сидели 10 минут первые две минуты тяжело трясет сковывает тело сводит ноги но потом когда человек перетерпел ему становится спокойно комфортно и можно сидеть столько сколько нужно а потом все пошли в парную и все 65 человек сидели там большая парная все 65 человек сидели в парной а потом опять залезли в воду никто не заболел и все чувствовали очень сильно расслабление счастья и прекрасно просто людей когда они один раз это испытали на себе вот эту практику они сказали что я теперь без этого не могу жить им так понравилось поэтому это надо просто вместе с олег геннадьчим один раз сходить где мы это будем делать 8 часов утра все собираемся час 50 бегаем ходим ползаем а потом баня там уже арендованность да у нас здесь прямо по океану будем я вас буду по воде очень достанную свободы обратно дольше это уже поражение тела понимаете я не буду про души никаких говорить сейчас давайте поговорим про психику на психическое тело с него все начинать а души формируются уже физическом теле как результат поражение психического тела ну классические статическое напряжение это питер должен но поймите что здесь не все так просто не все так просто поэтому давайте будем говорить о психическом теле сегодня хорошо они физически и так когда человек неподвижное положение тела совершает дом не двигается стоит просто тринадцать минут отчаяться один психический слой 65 минут все пять слоев до человек стоит у него энергии идет вверх не улечится голова шея а если допустим напряжение в нижних органах воспалительные процессы внизу организме когда нужно сидеть бабочки допустим стопы вместе колени брось можно это же 13 минут один слой 65 минут все тело очищается до до сидя в бабочки или в алмазе вот так как вы сидите сейчас ничего не чистится нет нужно аскезу совершать аскезу то есть человек неудобно в положении находится да потому что у вас поражена сильно поражены сосуды мозга то есть вам нужно стоять по идее что вылечится но вам это сложно стоять не отвлекаемся и так можно облегчать себе жизнь сразу допустим человек не может стоять он прижимается к стеночке и стоит возле стеночки потом постепенно учиться стоять уже можно допустим позе бабочки можно стопы вместе колени брось к спинке дивана прислониться и стопы на мягкий диван положить вот так легче если все затекает это значит что у вас сильное статическое напряжение когда человек и пять минут не может стоять или сидеть значит у него очень сильное статическое напряжение вот выкиваете головой женщины у вас как раз очень сильно статическое напряжение когда начали стоит молодец классно но вас сейчас идет плохой период она копится постоянно у вас вам поэтому кроме статики надо еще в воду надо ставят воду потому что бывает у человека по судьбе копится статическое напряжение и даже просто неподвижном положении тела недостаточно нужно еще вода чтобы убрать да но вам еще нужна вода и тогда будет совсем классно но у вас статическое напряжение еще будет копиться около года но сейчас идет плохой период если вы этого не делали то у вас были бы проблемы серьезные вас тоже поражен третий слой сосуды страдают в организме и второй слой поражен там слизистые тоже воспалительные процессы ну то есть алмаз это очень сложно это сложную статическую чуть в оморок не упала потому что когда человек неподвижное положение тела делает то допустим на третьем слое цепло статического напряжения он как действует на сосуды они сильно теряют тонус вот человек чистится 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 до плохо на третьем слое дошло резко падает давление человек падает но когда он чисто продолжает постепенно вот это сила статического напряжения спадает уже такие эффекты уже не так сильно я когда у меня тоже я когда это все сам на себе диагностировал я понял что я одну всю жизнь делал статические упражнения но мне не хватало воды и я понял что нужна вода и она начал в ледяную воду заходить то у меня сильно сводила ноги это признак статического напряжения теле вот когда у тебя прямо судороги идут это и есть статическое напряжение вот и я с пятого раза только мог воду зайти потому что меня ноги просто невыносимо сводил меня статическое напряжение шло вниз в организме и сводила ноги за но сейчас я где-то месяца три назад ездил в белоруссию там меня привезли в спа в котором 0 2 градуса вода значит 0 2 градуса так не один меньше одного вот там просто она как холодильнике вода охлаждается и покрыто льдом даже сверху такая корочка бассейн я в него зашел как себе домой ничего не дернулась вообще абсолютно я зашел простоял четыре с половиной минуты такой воде достаточно чтобы прочистить все тело четыре с половиной минуты а потом я лег в парную и у меня в парной 21 минут шел холод из меня а потом я начал нагреваться это означает что у меня нет статического напряжения видите абсолютно спокойно то есть я не нервничаю не раздражаюсь это означает не статическое напряжение с водой меня сейчас полный контакт нормально то есть я хорошо как бы решаю этот вопрос следующий вид напряжения называется динамическое напряжение когда он человек как все напряжена в теле мы говорите дашавата все напряжена в теле но само напряжение оно бывает и статическим и динамическим и оно соединяется в душу beim тоже может 2 напряжении душу僕 отдать вместе в основном это и динамическое напряжение и И, допустим, Эрведа говорит, тебе нужен покой, если все напряжено, нужен покой, не двигайся там. А у меня лечение отличается, потому что я лечу психическое тело. Я говорю, если у тебя динамическое напряжение, у тебя спазм внутри, боли, все напряжено, запоры там, суетливая мысль, то тогда нужно длительное движение. Почему? Потому что Доша Вата — это неправильная работа энергии прана. А почему она неправильно работает? Потому что блоки. Блоки пробил, энергия движется нормально, Доша Вата никакой нет. Энергия Вечности становится нормальной в организме. И чтобы ее нормализовать, для этого нужно длительное движение. Но очень важно каждому человеку понять, что если ты не убрал статическое напряжение в организме, то длительное движение противопоказано. Потому что длительное движение нагревает человека. А если человек и так перегрет, статическое напряжение или острожительность, обидчивость, отчаяние — это и есть перегрев. Психический и физический перегрев. Человек, когда длительное движение совершает, он у него перегрет, и у него сильно поднимается пульс, воспаляются суставы, то есть он не может совершать эту практику без вреда, для здоровья. Поэтому лучше всего начинать с воды. Но можно завтра походить все вместе. Все равно мы пойдем в баню, то есть вы не успеете сильно перегреться. Походить, побегать. Когда человек идет 48 минут непрерывно, он отчает один психический слой. Соответственно, 48 умножить на 5, получается 4 часа идти, все 5 слоев психических. 21 километр раз в 6 дней. То есть один слой можно чистить каждый день. Два слоя раз в 2 дня. Три слоя раз в 3 дня. Четыре слоя раз в 4 дня. Пять слоев раз в 5, 6, 7 дней. То есть раз в неделю ходим 4 часа непрерывно, средним шагом. И прочищаем все 5 слоев. Вы скажете, Олег Геннадьевич, а вы можете просто ходить по 48 минут каждый день? Нет, не получится. Вы будете очищать только первый слой. И, кстати, вот спортсмены, которые там, допустим, ходят в спортзал и занимаются там по часу, допустим, они первые два слоя чистят, а дальше ничего не чистят. Там есть такой феномен, что суставы, мышцы, сосуды, которые во время тренировки больше всего напрягаются, они находятся на третьем слое. Если тренировка короткая, то он расходует всю эту энергию, но не пополняет. В результате у человека развивается перегрузка в суставах, сосудах, и ему говорят, а ты перезанимался там в своем спортзале. А это на самом деле все полная чушь, потому что я когда начал бегать на пять слоев, то у меня все мышцы, суставы, сосуды начали пролечиваться. Не истощаться, а пролечиваться, наоборот. Понимаете, у меня сосуды сейчас, мне почти 60 лет, они у меня железные. То есть я себе реверсный столб купил, это когда переворачиваешься вот так вот ногами. Там три с половиной минуты пассивная чистка идет статического напряжения. Вот ты висишь, и у тебя все чистится. Вот. И я 17 с половиной минут на пять слоев сразу провисел, и никакие в одном глазу. То есть мне 60 лет почти, если представьте, 60-летнего человека повесить пед ногами на 10 минут. Потом можно заказывать ящик уже. В этом все закончится, у него оздоровление. Вот. А я, вот, 17 с половиной минут, вообще ноль эмоций. Это означает, что организм чистый, тренированный. Понимаете? Всегда очищение идет на восходящем солнце. Солнце очищает, когда восходит, до 12 часов. Чистка все равно идет, и когда закат. Можно, в принципе, это все делать и вечером, но эффект будет намного слабее для общего оздоровления. Можно бегать на беговой дорожке дома. Допустим, не все в Нью-Йорке могут найти, где им бегать. Можно купить беговую дорожку, окно открываешь дома, бегать. Энергии будет меньше поступать в организм. Но все равно это лучше, чем водку пить. Ну, то есть, как бы, бегаешь, уже очищаешься, все нормально. Ходьба, да? А велосипед? Велосипед это уже не то, потому что нужно, чтобы все тело двигалось, а не просто ноль. А плавать сейчас? Динамическая очистка водой будет быстрее, чем динамическая очистка тела. То есть, если это бассейн 28 градусов, через 70 минут у тебя уже статическое напряжение все прочистится, а дальше тебе уже опасно плавать, потому что будет переохлаждение. Вот, а динамическое напряжение прочистено 2 на 3 слоя всего. И ты, как бы, получится дисбаланс. Поэтому лучше всего ходьба. Для людей, которые еще не умеют, допустим, не включились, бегать это лучше, конечно, оно глубже чистится, но на 5 слоев бегать это непросто, мои хорошие. Это 17 километров за час 50. Сможете со мной пробежать? Нет. Поэтому ходите. Но есть два варианта всего. Или ходить, или ползать, или будете ходить под себя потом. Вот, поэтому лучше жгабрь в небе, чем утка под кровать. Олег Геннадьевич, а если пробьешься спиной и бегать в каком-то врачи не рекомендуют, что делать? Врачи не рекомендуют, да? Ну, продолжительность. Хорошо. Если врачи не рекомендуют... Врачи, да? А я плохо недослушиваю. Вот. Уже возраст. Врачи, если не рекомендуют, то надо понять, почему так происходит. Врачи, они говорят, на солнце нельзя. Опасно на солнце. Воду нельзя, простынешь. У меня один, там, такой очень богатый человек в России. У него личные врачи, там. Мой друг. Мы с ним на Красном Поляне, там, сидим. Я говорю, пойдем, у тебя вот есть купель. Посидим, потом в баню, потом в купель. Он позвонил врачу. Врач говорит, у тебя будет почечная недостаточность. Я говорю, какая почечная недостаточность? Пойдем, купель. И он сидел, сидел, говорит, ну ладно, пошли в купель. Сидел в купелье со мной на пять слоев. Человек никогда-то этим не занимался так. Ну, то есть, сел в воду. Там вода была в это время где-то 11 градусов. Просидели, что-то, 18 минут в ней, надо 20 градусов только сидеть. Потом полежали в парной, потом залезли в купель. Я потом на следующий день ему звоню, он говорит, я себя так хорошо никогда в жизни не чувствую. У меня расслабуха полная. Снялось напряжение, ему так хорошо. И он после этого начал все это практиковать. Понимаете, а почему почечная недостаточность вызывается? Почему переохлаждение? Человек залез в ледяную воду, дошел до судорога, спазм пошел, и он выскочил в это время. То есть, он на блоке чистку перестал, прекратил. Все, дальше простуда идет. А если ты все пять слоев просидел, вообще никакие проблемы. Энергия движется спокойно, хорошо. Без привычки, я же вам говорю, 65 человек зашло в ледяную воду. И вышли в баню, потом опять в воду, и никто, ничего, ни с кем плохого, ничего не произошло. А вы рекомендуете вот эту новую машинку в краю машин, которую вы заходите? Она дает, вот эта крия машина, она дает такой же сильно холод, минус 3, минус 4, минус 5. Я вам говорю, 3 минуты, криотерми, вы ее рекомендуете? То есть, вы говорите сейчас про воздух, да? На воздухе холодном находится? Да, да, да. А можно говорить про пар? А? Пар, ледяной пар, да? Да, ледяной пар. Ну, примерно то же самое, да. Лучше просто ледяная вода. Можно и так тоже. Но потом надо все равно горячее. То есть, 3 минуты, я не знаю, сколько вы там прочистите, 3 минуты. Наверное, не весь огнем. Понимаете, если ты неполное очищение делаешь, то это опасно. Часть психического тела очистилась, часть нет. Идет дисбаланс потом. Поэтому надо все равно доводить ходьбу до 4 часов постепенно. В воде находиться сколько, я вам скажу сейчас. Надо зайти на сайт arsinov.ru. Там есть раздел материалы. В этом разделе есть расчет времени аскез. Заткните туда, там, человечек в воде. Человечек в воде. Нажимаете, выставляете температуру. Померили температуру в водоеме. Ну, допустим, сейчас в море, допустим, 20 градусов. 20 градусов – это примерно чуть больше 35 минут надо стоять, чтобы очистить все психическое тело. А там все, выставляешь температуру и циферки. Ровно 5 цифр, когда будет, значит, все, 5 слоев. То же самое движение. Километраж выставляешь. Там, сколько километров прошел, за какое время. Берешь там, смотришь, и тебе покажут, сколько ты прочистил. А можно уточнить, значит, холодность тоже надо подвешивать, да? Можно плавать, там нет, друзья. А что, у меня муж плавает? Да, может быть, такой дисбаланс, если нет длительного движения, тогда будет дисбаланс. Еще очень важно, это энергию воды превращать в старт. То есть ты, когда в воде побыл, надо еще неподвижное положение тела делать, чтобы эта вода усваивалась у тебя, ну, в организме. Ну, это происходит? Нет, стоять надо отдельно от этого, просто дома, неподвижное положение тела будет. А, да. Каждый день. Каждый день? Да, уже два года. Каждый день в море плавает. А я не группа такая. Они не моржи, они не забойки. Они плавают. Они терения, да? Молодец, молодец. Надо еще статические упражнения начать делать, усваивать эту энергию, и тогда будет нормально. Он не усваивает, он просто в воде, но не усваивает. Правда, еще стоять неподвижно усваивать эту энергию. А как тебе прогреваться, если я в бане полежал там? А потом опять воду в холодную в конце. А, пошел согрелся? Сначала в ледяную воду на пять слоев, потом в бане на пять слоев, потом опять в ледяную воду. Но только на один слой в конце. Вот если, допустим, вода пять градусов, то это одна минута в конце всего. А сначала четыре с половиной, если пять градусов. Пять минут сначала. Потом в бане. Там, если это, допустим, сауна, то все пять слоев прочищаются. Если эта сауна комфортная температура, то пятьдесят минут надо, чтобы все пять слоев прочистить. А, пошел. Извините, а можно как раз, я заточу ваш вопрос. Вместо ледяного руководца можно заменить ледяной комнатой? Вы, кстати, у нас все видите, где вы собираетесь завтра встречаться? Ледяная комната, так называемая high-scale, как пещера ледяная. Можно это заменить? Это можно заменить, да. Там тоже идет такая же чистка, но она с динамической чисткой сочетается. То есть, чистая вода, это статическое напряжение уходит. А если там воздух, то это другая немножко чистка, но она примерно такая же скорость. Я просто не практиковал. Есть еще, есть разные, вот, допустим, взять вот ребенка, допустим, аутиста, да, у него на пятом слое статический динамический блок, но ребенок 4 часа не будет ходить, маленький ребенок. И нужно пассивно чистить, научиться пассивно чистить. Если ребенка посадить, играться к дереву, к толстому дереву, особенно лиственные породы, вот, то 20 минут чистится один слой. Если ребенок сидит 1 час 40, то он прочищает все 5 слоев пассивно. Это просто он ничего не делает, просто играет со спиной к дереву сидит, даже если он чуть-чуть вот слоняется от него. Идет пассивная чистка статического напряжения. Статическое напряжение, то есть половина вы прочистили. А вот динамическое напряжение чистить уже сложнее, но есть способы. Например, в соляной комнате есть, соляные тоже комнаты, там невысокая температура, там градусов 50. Вот в соляной комнате чистится динамическое напряжение уже. И токсины тоже там чистятся. Три вида блоков. И примерно то же самое, где-то 10 минут один слой чистится. Если ты не перегреваешься, а если идет перегрев, человек прямо сильно парится, тогда 8 минут один слой. Ну то есть, если ты паришься сильно, то за 40 минут вся чистка, а если не сильно, так, а лучше всего не сильно, чтобы комфортно было, тепло просто, но не жарко, когда 50 минут все 5 слоев. И заканчивать всегда надо холодной водой. Но маленький ребенок, допустим, что можно сделать? Можно посадить его в 28 градусов на 70 минут. А потом теплой водой закончить. Просто согреть его. И у него, если раз, допустим, в 3 дня это делать, вы начинаете пассивно чистить статическое напряжение. А динамическое напряжение можно чистить, допустим, этому же ребенку, если вы его сажаете в 36-38 градусов на соленую воду, то есть насыпаете в ванну несколько килограмм соли, размешиваете, и 36-38 градусов он сидит где-то 45 минут в этой ванне, и у него чистится динамическое напряжение. Потом надо заканчиваться прохладной водой, потому что он будет нагретым, надо чуть-чуть его остудить. Если вы раз в 3-4 дня делаете то дерево, возле дерева сидите, то в 28 градусов, то в 36 градусов, то этот ребенок постепенно начинает вылечиваться. То есть 4-5 месяцев нужно, чтобы просто блоки прочистить, а потом начнет восстанавливаться интеллект. А если еще вы будете, допустим, гулять, на улице, и ребенок за вами бежит, вот он, допустим, с мамой идет, он то встанет, то побежит, он не может постоянно идти. Но если вы будете постоянно идти, не средним шагом, потому что ребенок же меньше ростом, ему надо чуть медленнее, чем средний взрослый шаг. 4 часа ходьбы такой, и ребенок, если с вами двигается, он тоже прочищает все 5 слоев психически. Раз в 6 дней, если так делать, то будет отличным. То есть есть пассивная чистка динамического напряжения. Это соляная комната. Вы в соляную комнату ребенка посадили, там 50 градусов, комфортно, но все равно жарко. Но это динамическое напряжение чистится, потому что статическое несложно чистить. Можно 28 градусов, вода, можно деревья. а вот динамическое напряжение или надо соленую воду делать, или соляную комнату, вот такую вот. Когда человек лежит в парной, в сауне, то у него чистится динамическое напряжение плюс токсины. А если он лежит в хамаме, то статическое напряжение плюс токсины чистится. Вот смотрите, вот вы заходили сначала в холодную воду на 5 слоев, нет? Нет. У вас, вот я вам не сказал, что кроме статического напряжения, динамического напряжения, есть еще токсины в организме. Статическое напряжение вырабатывается от раздражительности, динамическое напряжение от лени, безысходности и суеты, а токсины вырабатываются от негативных мыслей, от разочарования, депрессии. И у вас на первом психическом слое находятся токсины. Вы заходите в сауну, сидите 10 минут, и у вас эти токсины все идут в кровь, потому что токсинов в организме немеренны. И вам становится плохо. Точно так же, если вы будете на солнце стоять, на солнце, на ярком солнце, за полчаса очищается один слой психический. Вот вы, если будете полчаса на солнце стоять, вам тоже станет плохо, потому что у вас на первом слое токсины, которые надо чистить. Если вы в сауне сначала в воду заходите, хотя бы на два слоя, ну то есть это, допустим, если 22 градуса, 15 минут вы стоите в воде, потом дальше 10 минут в сауне, и потом опять минут 7 в воде. Если вы такую практику будете делать раз в 4 дня, то через три недели, вы первый слой прочистите, и вы в сауне сможете уже сидеть 20 минут, и в воде можно дольше будет потом находиться, так вы сможете дойти до 4 слоя, где у вас еще больше токсины, поэтому лишний вес, что каждый слой за что-то отвечает. Первый слой отвечает за контакт с этим миром, за контакт с людьми, за контакт с погодой. Если у человека блок на первом слое, там или статическое напряжение, или динамическое, то ему очень трудно, допустим, себя заставлять что-то делать, трудно взаимодействовать с людьми, трудно жить, менять климат, допустим, сильные климатические расстройства. Второй слой отвечает за эмоции человека, слизистые оболочки, кожу, лимфатические узлы, а слизистые оболочки это горло, бронхи, желудок, кишечник, вся кожа. И эмоции, когда поражаются эмоции, человек эмоционально ведет себя неправильно, то у него поражаются слизистые оболочки и кожа. Когда у человека мысленные проблемы с мыслями, это третий слой, поражаются сосуды, мышцы и суставы, такие как суставы пальцев, локтей и крупные суставы. Четвертый слой отвечает за настроение. Если у человека настроение страдает, то страдают уже крупные суставы, плечевые, локтевые, позвоночник, все внутренние органы, такие как штабитная железа, печень, почки, поджелудочная железа, сердце, придатки у женщин. Это все четвертый слой. Настроение. Он глубокий уже. Глубоко, тяжело лечить. Это надо на 4 часа ходить, или на 4 часа стоять, или в воде сидеть. Это уже на 4 часа ходить, или на 4 слоя стоять в воде. Это, допустим, 22 градуса, это уже не меньше 30 минут надо ходить, чтобы до 4 слоя дойти. А пятый слой отвечает за счастье, глубокое удовлетворение в жизни, за адекватность человека, за то, чтобы ничего не забывать. Пятый слой. Поражают пожилых людей, поражаются. Человек раз, здесь помню, здесь не помню. Вот. Это пятый слой уже. Там же болезни психические находятся. Там же находится аутизм, ДЦП, эпилепсия. Пятый слой, шизофрения. Вот. И нервная система страдает, когда у человека это пятый слой. Поэтому лечится на 5 слоев 65 минут стоять. Вот, допустим, шизофрения у человека. 65 минут стоять каждый день. И раз в неделю 4 часа ходить. Через год шизофрения. До свидания. Классная методика? Сидеть тоже бабочки. Бабочки, да. Но есть пассивные статические упражнения, есть активные. Например, ты стоишь, к стеночке прижался, чистка идет, но не такая сильная, как если бы ты стоял прямо. Но это все равно хорошо, начинать с этого можно. Бабочки, допустим, прижался к диванчику спиной, уже легче сидеть. Но это все равно идет чисто. Час. 65 минут. Вот. И причем, допустим, ты сидишь, у тебя все затекло, раз, по-турецки сел, легче стало, опять сел. И тоже это нормально, идет чистка, продолжается. Поэтому все начинается со статических упражнений. Начинать в воде статические упражнения возле деревьев, потом дальше длительное движение, постепенно увеличивая, потом дальше пост на воде. 12 часов человек очищает один слой. 2,5 суток все 5 слоев, то есть 21 день не надо голодать. Достаточно 2,5 суток, но надо это регулярно делать, потому что один раз ты проголодал 2,5 суток, раз в 3 недели это можно делать. У тебя началась только чистка. И надо по графику это делать, чтобы очистить все, но есть пассивная очистка, это баня. Токсины можно чистить с помощью бани. Допустим, если ты баню на один слой чистишь, то ты уже 30 минут на солнце будешь, у тебя не будет солнечного удара, потому что ты первый слой от токсинов очистил. Если ты в бане можно на два слоя находиться, то тогда ты можешь 60 минут на солнце находиться, у тебя не будет солнечный удар, потому что у тебя два слоя прочищены. А я могу находиться на солнце 2,5 часа на ярком, и у меня ничего, никаких проблем, потому что я периодически баню чистю все 5 слоев. То есть я сначала в ледяной воде, потом парной нахожусь на 5 слоев, и потом опять в воду холодную. Олег, как хлорка влияет? Как? Хлорка в бассейне? Ну, лучше бассейн с хлоркой, чем без бассейна, и как бы... надо понять, что даже вода с хлоркой очищает статическое напряжение. Ну, все нормально. помними... о них нельзя бассейн 2 1 12 22 22 22 Продолжение следует...